Итак, все взгляды прикованы к беговой дорожке, на которой сревнуются насекомые. Самая быстрая бабочка, которая порхает вокруг, это шкипер. Она может развивать скорость до 60 км в час и обладает отличными рефлексами. А рядом с ней мчится взрослая лошадь. Она скачет рядом со шкипером с такой же скоростью. На пути находится милая маленькая божья коровка. Двигайся или тебя затопчут! Быстрее! Лошадь приближается! Но божья коровка взлетает и летит рядом, обгоняя и бабочку, и лошадь. Затем она решает сесть на голову лошади до конца гонки. Несмотря на то, что божьи коровки могут развивать скорость до 60 км в час, они обычно находятся в воздухе в течение всего нескольких минут. Они могут даже долетать до высоты 1100 метров. Теперь лошадь бежит впереди. Шкипер решает приземлиться прямо на голову лошади рядом с божьей коровкой. Бабочка прижимает голову к кончику морды лошади. Автоматически вырываясь вперед. Эй, это же жульничество! Под палящим солнцем пустыня раскаляется. Неудивительно, что сахарский серебряный муравей – самый быстрый на Земле. Он может даже тащить груз, который в сотни раз превышает его собственный вес. Если Усейн Болт, самый быстрый человек на Земле, может делать по 4 шага в секунду, то этот крошечный муравей может пробегать по 50 шагов в секунду. Если присмотреться, то можно увидеть, как он перебирает своими крошечными ножками. Он бежит со скоростью выше 3 км в час, что может показаться пустяком, если вы гигантский человек, наблюдающий сверху. Но вот внизу они – чемпионы по скорости в мире муравьев. Вдруг рядом с ним проносится еще один жук, оставляя за собой пыльную бурю. Это австралийский жук-скакун – одно из самых быстрых наземных насекомых на Земле, которое может развивать скорость более 6,5 км в час. Некоторые жуки того же вида бегают со скоростью около 10 км в час. Не обращайте внимания на его крылышки – они для красоты. Он даже не умеет летать, так как в этом нет необходимости. Ой, таракан! Эти существа могут развивать скорость до 5 км в час. Вы видите одного из них и начинаете от него убегать. Но тут из-за угла выскакивает маленькая мышка и начинает преследовать таракана. Эти маленькие существа могут разгоняться до 13 км в час. Вы находите стол, запрыгиваете на него и видите, как таракан и мышь гоняются друг за другом. Кошка спрыгивает с полки и присоединяется к погоне. Разгоняясь до 48 км в час, таракан и мышь убегают наружу. Кошка возвращается и начинает облизываться. У сороконожек нет сотен ног, но они все равно выглядят довольно жутко. Кажется, что они довольно быстрые, но на самом деле сороконожки медленные и не годятся для этой гонки. Эти плотоядные существа для ловли добычи используют яд, в то время как многоножки питаются остатками пищи, растениями и овощами. И когда им угрожает опасность, они просто сворачиваются в клубок. Итак, сороконожка ползет впереди, думая, что выигрывает гонку. Многоножка скатывается с холма и обгоняет сороконожку. Она проползает мимо таракана, за которым все еще гонится мышь. Спуск заканчивается трамплином, так что многоножка скатывается вниз и подпрыгивает в небо. Стрекоза в полете может разгоняться до 55 км в час, но многоножка пролетает мимо. Ястребиный мотылек присоединяется к гонке и догоняет стрекозу. Он может летать с такой же скоростью, но стрекоза его настигает. Они добираются до леса и петляют зигзагами между ветвями и листьями. Они оба летят, как инопланетные корабли в космическом пространстве, уклоняясь от всех препятствий. Многоножка приземляется на ветку дерева и продолжает ползти. Гусеница бабочки-медведицы Кайя обгоняет ее на скорости 5 км в час. Многоножка сворачивается в клубок и прячется до конца гонки, но ветка, на которую она приземлилась, начинает двигаться. На самом деле это насекомое-палочник, и хотя он не может быстро бегать, но может вырастать примерно на 33 см в длину. Под ним находится светлячок, который считается самым маленьким насекомым в мире, размером всего 0,1 мм. Он даже меньше, чем горчичное зернышко. Он прыгает по ветке дерева и пытается убежать от палочника. Стрекоза и истребиный мотылек летят просто ноздря в ноздрю. Их почти невозможно заметить в густом лесу, но самое быстрое животное на Земле проносится мимо них почти со скоростью молнии. Шмель может летать со скоростью 53 км в час и махать крылышками около 200 раз в секунду. А медоносная пчела может летать со скоростью 32 км в час и делать до 230 махов крылышками в секунду. Они несутся через цветы. Многоножка все еще находится в свернутом положении и прячется рядом среди листьев и веток. Шмель берет на себя инициативу и уже почти подлетает к концу поля, но тут непонятно откуда выскакивает азиатский гигантский шершень и гонит его обратно к старту. Азиатский гигантский шершень может летать со скоростью до 40 км в час и ведет себя довольно агрессивно. Шершень начинает догонять шмеля, но появляется летучая мышь и отпугивает его, спикировав в его направлении. Лошадь с бабочкой и божьей коровкой бегут рядом с пчелами. Они начинают лететь вниз с холма. Вдруг буквально из ниоткуда появляется многоножка и начинает катиться вниз мимо лошади и приземляется на плавающее посреди озера бревно. На поверхности находятся тысячи крошечных водомерок, которые могут развивать скорость в 100 длин тела в секунду. Если бы двухметровый человек мог плавать так же, то он развивал бы скорость около 650 км в час. Некоторые лягушки устраивают погоню за водомерками и легко обгоняют их. Лягушка-голиаф может весить до 3 кг и при этом прыгать на 3 метра. Некоторые пресноводные крабы плавают довольно медленно, но используют свои маленькие ножки для перемещения с одного камня на другой. Плавающий жук-вертичок пытается убежать от лягушек, плывущих с невероятной скоростью 5 км в час. У этих крошечных жучков есть естественные ступни в форме весел посередине и сзади. Стая кузнечиков пугается и улетает. На самом деле они летуны, но их мощные ноги помогают им набирать необходимую высоту вместо того, чтобы взлетать сразу с земли. Находясь в воздухе, они могут развивать скорость до 12 км в час. Они летят наравне с домовой мышью, которая наконец-то обогнала таракана. Блоха не очень хороший спринтер, зато она умеет прыгать. Если бы люди могли прыгать как блохи, то мы могли бы легко запрыгивать на небоскреб Empire State Building, высота которого составляет 440 метров, включая антенну. Поэтому блоха выигрывает титул прыгуна с самым высоким прыжком относительно своего размера. Комар может летать со скоростью больше полутора километров в час, в то время как обычная домашняя муха может достигать восьми. Домашняя муха пролетает мимо комаров и вырывается вперед, чтобы раздражающе жужжать вокруг вас. Но большой слепень может летать со скоростью 145 километров в час. Он отлетает от домашней мухи и комара и начинает нарезать круги вокруг них. Крошечные клещи не больше кунжутного семени, но они могут пробегать 322 длины тела в секунду. Если взглянуть на это с точки зрения человека, то это эквивалентно бегу со скоростью 2100 километров в час. Один из них проносится через всю гонку и бежит совсем из самого начала, но мы его не замечали. Лошадь продолжает бежать и попадает в дорожную пробку в нескольких километрах от финишной черты. А это гигантский домашний паук, который может развивать скорость до 2 километров в час. Большой техасский коричневый тарантул может бегать довольно быстро в зависимости от температуры. Чем прохладнее, тем он медленнее, но зато стабильнее. Когда температура повышается, он бегает быстрее, но менее скоординированно. Эти волосатые существа вырастают до 5 сантиметров в длину и перемещаются со скоростью около 4 длин тела в секунду при температуре 16 градусов Цельсия и со скоростью 10 длин тела, когда становится жарче. Большинство насекомых приближаются к финишу гонки. Слепень и летучая мышь летят рядом, но их догоняет шершень. Тигровый жук на земле стремительно ускоряется. Да, они все уже около самого финиша. Лягушки активно прыгают и почти догоняют всех остальных. Неожиданно стрекоза и ястребиный мотылёк обгоняют шершня. Это невероятно. Но многоножка вдруг проносится мимо всех, претендуя на золото. Некоторые акулы, например, головастые, светятся в темноте. Они живут глубоко в водах океана, почти на глубине 520 метров, и излучают флуоресцентное свечение, которое могут видеть только другие акулы. Ученые обнаружили свечение благодаря использованию фильтров, блокирующих желтый свет. Они считают, что так рыбы общаются со своими приятелями. Свечение помогает акулам бороться с микробными инфекциями. Коровьи птицы узнают друг друга по секретным паролям. Это особый вид птиц-паразитов, которые откладывают яйца в чужие гнёзда. У молодых особей есть внутренний механизм, с помощью которого они узнают пение своих сородичей, секретный пароль, известный только им. Так они находят других коровьих птиц. Медведи-гризли очень сильно кусаются. И поверьте, вам лучше держаться подальше от острых когтей и зубов этого здоровяка. Сила его укуса составляет более 8 миллионов паскалей. Это означает, что мишка может раздавить шар для боулинга. Полосы у одних животных глубокие, а у других поверхностные. Тигры относятся к первой группе. Полосатая у них не только шерсть, но и кожа. То же самое и у других больших кошек, например, у снежного барса. Жирафы и зебры относятся ко второй группе, потому что узоры у них только на шерсти. Кстати, о зебрах. Как вы думаете, они чёрные с белыми полосками или белые с чёрными? На первый взгляд кажется, что второй вариант правильный. Чёрные полосы у них в основном заканчиваются на внутренней стороне ног и животе, а всё остальное белое. Но это не так. Зебры чёрные с белыми полосками. Весь их мех, белый и чёрный, растёт из фолликулов, в которых есть меланоциты. Эти клетки есть у всех животных. Они производят пигмент меланин, который придаёт цвет шерсти и коже. У зебр химические мессенджеры сообщают, какие меланоциты посылают пигмент в определённую область шерсти. Вот почему зебры в чёрно-белую полоску. На самом деле белый цвет не пигмент, а его отсутствие. Так что все зебры чёрные по умолчанию. Отпечатки пальцев коал настолько похожи на наши, что они могут оставить след даже на месте преступления. На первый взгляд у них нет ничего общего с людьми. Но присмотритесь к их рукам. У них есть характерные петли и арки. Поэтому если коала захочет нарушить закон, ей точно нужно надеть перчатки. Крабы-призраки рычат, когда рядом кто-то представляет угрозу. Они издают эти звуки зубами, расположенными в желудке. Для начала крабы поднимают клешни в знак того, что будут защищаться, если вы попытаетесь что-то сделать. Если это не сработает, они начнут устрашающе рычать, как собаки. Звук получается потому, что три удлиненных твердых зуба внутри желудка краба трутся друг о друга. Такой же звук они издают, когда перемалывают пищу. Раз уж мы заговорили о зубах, знаете ли вы, что рога нарвала – это тоже зубы, вывернутые наизнанку. В отличие от других китов, у нарвалов есть большой рог или зуб, который растет изнутри челюсти. Он очень чувствителен, потому что там расположены примерно 10 миллионов незащищенных нервных окончаний. Это почти как кусок кожи, потому что обычно в рогах или бивнях нет большого количества нервных окончаний. Около 95% людей правши, как и афалины, только среди них правши и даже больше. Во время исследования ученые выяснили, что в 99% случаев эти дельфины поворачиваются на левый бок, а это значит, что они правши. Правой стороной они двигаются ко дну океана, когда отправляются на поиски пищи – кальмаров, креветок или мелкой рыбы. И еще кое-что интересное из жизни океана. Знаете ли вы, что горбатые киты создают пузыри, когда преследуют добычу? Наверняка вы думали, что, учитывая размеры, поужиной для них не составит труда. Но когда киты выслеживают добычу в открытых водах, они объединяются и используют так называемую сеть из пузырей. Плывя по восходящей спирали, они пускают под воду пузыри, из-за которых рыбам сложно сбежать. Доказано, что первые домашние кошки появились 12 тысяч лет назад. Исследователи узнали об этом почти 20 лет назад, когда раскапывали древнюю кипрскую деревню. Они нашли кошачьи кости рядом с человеческими, что говорит о том, что эти двое были рядом до самого конца. Люди ходили на охоту, поэтому примерно 29 тысяч лет назад первыми приручили собак, которые помогали им ловить других животных. Они даже не думали, что им понадобятся кошки, пока они начали обустраиваться и хранить излишки урожая. Мыши стали часто наведываться в склады с зерном, поэтому кошки пришлись ко двору. Тупики очень необычно чешутся. Безусловно, их потрясающие клювы – повод для гордости, но вот для чесания этого маловато. Ученые заметили, что для того, чтобы почесаться, птички берут небольшую деревянную палочку. Есть особый вид муравьев, которые живут в небольшой части Манхэттена. Манхэттена. Насекомые облюбовали себе место между 63 и 76 улицами вдоль Бродвея. Манхэттенский муравей похож на коллегу из Европы, но на самом деле они разные. Патараманы. Знаете ли вы, что шоколадные лягушки действительно существуют? Не такие, как в фильмах, но все-таки. Новая Гвинея и Австралия не всегда были разделены. Они были вместе миллионы лет, пока около 12 тысяч лет назад уровень моря не поднялся и они не отделились. Из-за того, что территории долго находились рядом, их флора и фауна похожи. Например, там очень много зеленых древесных лягушек, а некоторые из них живут в жарких болотистых регионах, окруженных множеством крокодилов, и выглядят так, будто сделаны из шоколада. Фламинго известны своим окрасом, но на самом деле их перья не розовые. Птицы рождаются серыми, и если бы они не питались сине-зелеными водорослями и креветками, то цвет их оперения остался прежним. В этих продуктах содержится природный краситель, поэтому перья фламинго становятся розовыми. Когда детеныши тасманских дьяволов, врастая, покидают мам, они живут вместе и заводят приятелей, с которыми общаются всю жизнь. И не только они. Коровы тоже отлично социализированы. Им нравится общаться. Ученые обнаружили, что если корову разлучить с лучшими друзьями, частота ее пульса значительно увеличится, а это является признаком стресса. Только представьте, если бы вы могли заморозить себя зимой, вместо того, чтобы стучать зубами от холода, надевая куртку. А водные лягушки на это способны. Зимой они большую часть времени проводят на дне пруда, озера или другого водоема. Жабы и лягушки – холоднокровные животные. Температура их тела принимает температуру окружающей среды. Зимой лягушки могут замерзнуть из-за высокой концентрации глюкозы в жизни на важных органах. Но после разморозки они продолжают жить, как ни в чем не бывало. У осьминогов три сердца и кровь голубого цвета. Они могут двигаться со скоростью 40 км в час и распыляют чернила, которые не только затуманивают противнику зрения, но и вредят ему. А еще у них девять мозгов – один центральный и восемь поменьше, расположенных в руках. Поэтому руками они могут открыть моллюска, пока центральный мозг занят чем-то другим. Даже пищу осьминог пробует руками. В их присосках есть клетки, которые позволяют осизать и пробовать на вкус химические вещества, которые производят морские жители. Так осьминог может отличить пищу от камней. Продолжение следует...